Дорогие друзья, коллеги, большое спасибо за эту награду. Я уже второй раз приглашен в Санкт-Петербург, и у меня не только здесь профессиональные коллеги в России, но и много друзей в России имею. Я думаю, что для меня это большая честь, конечно же, вновь приехать в Санкт-Петербург на этот форум. И говорить о методиках онкопластических операций первого уровня. И, соответственно, что необходимо? Необходимо знания, необходимы умения, и необходимо, конечно, уважительно заднего, а не передний, соответственно, у нас доступ для того, чтобы операция прошла успешно. Нет, отсутствие конфликта интересов, говорит об этом мой дисклеймер. Если вас интересуют подробности вот этой методики, результаты, которые получаются, вы можете ознакомиться с опубликованной статьей. Вот я ее привел на слайде в интернете. Итак, если имеется опухоль, это ретро-глондулярная методика, это методика первого уровня. Что это означает? Это означает, что, соответственно, показания к резекции говорят о том, чтобы потеря объема была не более 20%. Вот эта молодая пациентка, у нее РМЖ в правой железе, и здесь вы видите разрез, делается по субмомарной складке. И вы видите, вот из этой складки несколько латерально, не на 6 часов, не в этом положении, а чуть более латерально. Почему? Потому что пациент сидит, и железа, соответственно, на уровне глаз находится хирурга. И, соответственно, вот такой разрез в нашей практике мы используем. Первым этапом является мобилизация паренхема и грудной мышцы, и глубинные грудинные пекторальные фасции, соответственно, не полностью футпринт. Если опухоль локализуется в других квадрантах, наверное, достаточно остановиться на срединной линии, на маммарной линии. А если нет, то тогда вы можете, соответственно, повыситься даже до основной пекторальной мышцы. И вот здесь вы видите, вы должны проверять все слои, должны пересекать их коагулятором фасции, крупные фасции, глупые фасции, это в основном кожа, если вы выполняете такой доступ антериоре. И затем нужно захватить левой рукой, если вы работаете правой рукой, молочную железу и, конечно, безопасные края, 10 мм, макроскопически, конечно. И вы должны иссякать вокруг и вокруг эту опухоль, но вы должны проверять, соответственно, и взять опухоль специальным инструментом. И это не роботоассистированное вмешательство, конечно. И вы должны полностью пересечь паренхему и достигнуть подкожных слоев. Паренхема, она более белого цвета, когда вы обращаетесь и подходите к желтым подкожной клетчатке, тогда вы почувствуете левой рукой своей, что вы уже близко находитесь к коже. Тогда вам нужно быть очень осторожным электрокоагулятором. Вы не должны повредить кожные покровы и не причинить термоожог, работая близко к кожным покровам. И здесь вы видите, что подкожная клетчатка и при необходимости она полностью достижима. Следующий момент – это ориентация образца. Подумайте о том и не забудьте о том, что процесс идет сзади, и не нужно выворачивать вперед, вверх образец, потому что тогда вы получите проблемы, столкнетесь с… Не нужно, соответственно, вверх переворачивать образец, и тогда, после того, как вы правильно располагаете, безусловно, вы получаете, так сказать, это все будет хорошо при последующем гистологическом обследовании. Клипсы. Вот какие клипсы тут у нас использует профессор Портсман, использует минимально 7 клипсов для главной пекторальной мышцы и, соответственно, для ложи опухоли. Следующий этап – это закрыть паренхему и аппроксимацию дефекта, как вы видите на следующем слайде. Я пытаюсь показать вам в увеличенном варианте это все. Вот так вы видите ушивание паренхемии. Вот, соответственно, следующее расположение опухоли, потом после иссечения. А вот это вот три способа, как можно реаппроксимировать ножки. Если ваш дефект очень крупный, и вы фактически уже подняли паренхему из главной пекторальной мышцы, это позволяет вам, соответственно, непосредственно закрыть без рассасывающимися шовным материалом. И в противном случае вам потребуется дополнительная ткань на некотором отдалении от дефекта, примерно 1 сантиметр 50 миллиметров, 5 миллиметров. И в этом случае вам необходимы некоторые излишки ткани, которые мы можем компенсировать, да закрыть дефект. В случае опухоли большего объема, поверхностная пекторальная фасция, необходимо рассечь паренхему, достичь подкожной жировой клетчатки, и после закрытия дефекта, укрытия дефекта. Мы обычно используем аспирационный дренаж, в некоторых случаях используются другие виды дренажа. И в данной подпопуляции пациентов, как правило, такое хирургическое вмешательство имеет очень хорошие прогнозы. При реапроксимации паренхемальных ножек, разумеется, молочные железы после реконструкции будут находиться друг от друга на более близком расстоянии, не будут сближены, но, как правило, эффект этот достаточно незначительный, малозаметный. Если вы выполните все вот эти очень прагматичные этапы, и если вы очень чистенько выполните хирургическую процедуру, то даже самые худенькие, самые стройные наши пациентки, у наших самых стройных пациенток нам удастся получить очень хороший визуальный и эстетический эффект. И, кроме того, в этом случае вы сможете сохранить ореолы. Перед нами данный метод мы стали применять в 2016 году. Нам было проведено исследование ретроспективного характера. В исследовании принимало участие 110 пациенток основными показаниями и противопоказаниями. Какие существуют показания и противопоказания для данной онкопластической техники? Показания включают солитарные или мульсцентровые опухоли, многоочевовые опухоли. Максимальный размер опухоли не превышал 20-30 миллиметров для пациенток с небольшим объемом груди. В некоторых случаях даже не проводилась операция с сохранением САСКО. И даже в том случае, если у пациенток наблюдался выраженный ПТОС, или если пациентки перенесли пластическую операцию ранее, данный вид хирургического вмешательства был вполне показан. Противопоказания. Относительные противопоказания включали инволюцию дегенерированной паренхемы грудной железы, неблагоприятный объем, слишком большой объем опухоли и наличие мастопексии в одном носе. У постменопаузальных пациенток, как мы знаем, грудная железа является очень уязвимой, и в данном случае огромное значение приобретает ремобилизация, локализация. В исследовании применялось фотодокументирование в рутивном порядке. Эстетические результаты оценивались по шкале Ликкерта от нуля до пяти баллов. При обработке данных исследовалось программное обеспечение BCCT-COR. Перед нами фото пациентки в предоперационный период. Как вы видите, показатели асимметричности здесь довольно хорошие. И фотография той же пациентки в постоперационный период. Визуальный эффект на этой стадии оценивался как нормальный, приемлемый. И через 12 месяцев с использованием того же программного обеспечения визуальный эффект, эстетический эффект оценивался скорее как плохой. То есть, таким образом, при оценке эстетических характеристик исходов реконструктивной пластики применялись не только субъективная оценка, но и объективные критерии. Данные вопросника доступны онлайн. Вам необходимо зарегистрироваться, представить данные о своем центре. И вопросник очень сложный, очень комплексный, будет вам предоставлен. Перед нами данные о популяции пациентов, принимавших участие в исследовании. Медиана возраста составляла 55 лет. Большинство пациенток характеризовались большим или средним объемом грудья по чашке. Одна треть наших пациенток имели грудь небольшого объема. Локализация опухоли у некоторых пациенток была во внутренних квадрантах, у некоторых во внешних. Длительность операции составляла 40 минут. Медианный показатель объем биологического материала, объем образца составлял 61 кубический сантиметр. Доктор Бессен представит сегодня сообщение по проблематике данного исследования. Возможно, вы помните, что 50 граммов это медиана, медианный вес, медиана масса нашего образца. Диаметр составлял около 15 миллиметров. диаметр опухоли. И повторная эксцизия производилась 14 процентом наших пациенток повторное исчезение опухоли. маст-эктомия производилась в 15 процентах случаев. Как правило, большинство из них составляли пациентки с небольшим объемом груди. процент осложнений был довольно значительным. Большинство осложнений составляли серома. И это недостатком данного метода как раз и является тенденция к образованию сером на хронической основе. Проблема эта довольно остро стоит. Адювантная терапия проводилась в среднем на протяжении 4,8 недель. как мы уже говорили, эстетические исходы операции оценивались по шкале Лигерта. Использование программы BCCT Core как мы знаем было задействовано при объективной оценке эстетических показателей. 83% пациенток оценили исходы операции как хорошие или отличные. Таким образом остается заключить что ретро-гландулярная техника, ретро-гландулярный метод представляет собой метод очень эффективный, довольно безопасный метод онкопластики уровня 1. Однако данная техника также может быть ассоциирована с некрозом шировой ткани. Возникают и другие проблемы, такие как инфекция, постоперационный рак, постоперационная онкологическая патология. и таким образом необходимо, чтобы операция по подъему грудной железы относительно бекторальной мышцы выполнялась очень чисто, очень качественно, на высоком уровне качества. И, наконец, мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за возможность участвовать в этой конференции и за ваше внимание. И, в свою очередь, мне хотелось бы всех здесь присутствующих пригласить на мероприятие, которое будет проходить в Центральной Европе. Если вы в состоянии общаться по-английски, даже, может быть, делать какие-то ошибки в английском языке, это неважно, вы можете посетить это мероприятие. Я вас призываю изучать английский язык и пользоваться им. И даже если ваша грамматика далека от совершенства, это совершенно не проблема. Самое главное, что английский язык представляет вам большие возможности для общения. Большое спасибо. грамматрая. Пожалуйста, доктор Дюпри. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы предпочитаем такую методику в соединенную что-то, потому что скрытая рубцовая ткань и, соответственно, минимизируются психологические последствия этой операции. Кроме того, вы не выполняете у пациентов мастопексии или редукции, да? И когда мы начали выполнять вот такую мастектомию, нас очень, соответственно, вот беспокоила выживаемость соска. Вот по этой причине вы мастопексию выполняете, да? Большое спасибо за вопрос, который вы мне задали. Но вообще-то это относительное противопоказание, если ваша пациентка в этом анализе у пациентов ранее была мастопексия. Это означает, что инвертированная не означает, что это методика круглого блока используется, более простая методика. Да, фактически это одна из не только воскулиризации соска. У пациента была редукция также, но в такой популяции мы у нас нет пациентов с ранее, которые ранее перенесли мастопексию. Это лишь относительное противопоказание, не абсолютное противопоказание. И у нас нет такого большого опыта использования этой методики с пациентов, которые оперировались ранее за счет инвертированной мастопексии. Ну вот в Джорджтауне, например, проводился анализ пациентов, когда выполнялся мастектомия с сохранением соска, мастопексии в соска. И значительно лучшая выживаемость была, меньшее количество осложнений наблюдалось. Вот почему я задала этот вопрос. А как вы делали маркировку соответственно ложа опухоли? Семь элементов использовалось. Я абсолютно согласен с вами. Согласно выживаемости соска после инверсии даже через три недели мы можем смогли в большинстве случаев мы можем выполнить мастектомию, даже если это необходимо. Таким образом это возможно. И конечно же комплекс диплора выживает в большинстве случаев в таком случае. Пожалуйста, Так, мне вот этот микрофон нравится. Золтан, два коротких вопроса хочу задать. А что касается верхнего квадранта, потому что это небольшая группа была в этом исследовании. Наблюдали ли вы какие-то большие трудности с краями фасции и так далее. И второй вопрос. Как вы думаете, интероперационная сонография это такая методика, которая может помочь более точно лучше проводить истечения. Большое спасибо за вопросы. Для того, чтобы достичь верхнего квадранта для такого разреза, всякий раз это значительно более сложно, особенно если в верхних соответственно латеральных квадрантах. но даже если опухоли локализуются в верхней части, когда они локализуются, это можно выполнить и четко чистую иссечение опухоли выполнить. Для этого у нас есть большой опыт по доступу всех квадрантов и из кожного разреза. и фактически это не проблема. Но если возникает проблема для хирурга, не для пациента, а для хирурга, если чтобы выполнить на противоположном квадранте, измените свою технику и подход, потому что пациент должны быть хирургически чистые края. И интероперационный ультразвук, я думаю, это возможно, но проблема заключается в том, что мы не можем этим пользоваться, потому что вот там есть еще до сих пор ведутся дебаты вот по этой причине, и есть определенные причины для этого, что только очень опытные рентгенологи, лучевые специалисты могут использовать необходимое лицензирование для проведения этого, но тем не менее, конечно, портативный ультразвук, он значительно дешевле такой подход стоит, особенно для стран с ограниченными экономическими ресурсами, но ультразвук даже в Центральной Европе еще не так повсеместно применяется, хотя, наверное, это перспективно. Спасибо.